друзья всем привет вы на канале с техникой по жизни я уже начал потихоньку собираться к открытию сезона приобрел рюкзак сапоги а сезона копательского имел ввиду приборного поиска с металлоискателем взял выложил на юлу хочу продать эквенокс 800 продам не продам не продам себе оставлю в принципе у меня ходить есть чем но сейчас не об этом потихоньку собираюсь рюкзачок всякие разные вещи там если на целый день идти в походик перекусить надо и недавно приобрел котелочек и фляжечку и необычные времен варшавского договора или с возрастом так или просто нравятся мне вещи всякие раритетные советские наводил конечно сейчас все как по мне это барахло вот те раньше вещи как-то по душе приходится мы хочу я вам показать что я приобрел похода на раскопки окно это котелок такой же как и армейский советский только серого цвета также имеется здесь вот такая помба клеймо это гдр русских так времен котелки по объему то не вот такие же 1 и 3 литра сковородочка это сам котелочек имеется три мерки не знаю насколько здесь грамм получается 13 разделить на 3 так в чем отличие от советских котелков вот смотрите здесь такое вот крепление этой ручки котелка советских котелках зеленых здесь заклепка здесь заклепка и здесь вот так вот ушко идет здесь вот так вот вообще сделано на 2 заклепочка держится изнутри прикольный пришел он довольно таки они в комплекте шли с этой флягой и пришли они довольно недорого вместе в отдельности это все гораздо дороже выйдет покупать котелок ну ничего естественного нету в принципе все знают видели но вещь в походе между прочим незаменимая даже приготовил дома еды как сюда положил вилку воткнул или ложку а потом достал разогревай на костре так вот фляжкой будет поинтереснее фляжка это сто процентов оригинальная гдр русская причем ранее почему ранее потому что на ранних моделях шестьдесят пятых семидесятых годов стоял карабинчик позже уже не было этого карабинчик еще хочу сейчас показать я конечно он пришел немножко пыльное было ничего не в солидоле как обычно с хранения советские котелочки приходят суть все было чисто в принципе ну кое-где вот здесь вот ржавчинка встречается и запах такой вот схватской запах древности такая кружка сколько здесь грамм может 150 может и двести тонкостенная ручки складные ничего сверхъестественного но опять же подтверждение тому что он ранее то вот так раньше шли шили чехлы сама фляга на пластиковая 07 литр так вот шли чехлы потом уже по-другому стали 80-х годах и на ранних шло четыре кнопочки она поздних уже три стала здесь вот такая пластиковая фляга пластмасса принципе достойно если что вот здесь вот цепочка крепится мне она пришла без цепочки прокладочка также нормальном состоянии еще здесь не потресками пластмасса вот прям такая гладенько без заусенчиков хороших делали эти фляги повторюсь для советского контингента войск стоящих гдр и вот принципе наши были фляжки советские металлические эти вот такие пластиковые были еще была экспериментальная партия и вот как-нибудь покажу она была вот такая вот тоже пластиковая фляга но залито пеной то есть типа бутылка термоса или теплое что-то горячее можно налить или наоборот холодное будет определенное время протяжении будет сохранять температуру данная фляжка здесь же да забыл показать такой вот материал хрен найдешь такую часто но иранцы у них шли на плечные армейские тоже с такого материала выполнен здесь вот изнутри войлоком сделано вот так подшито тонким не знаю ничего на это же для термо регулирование жидкости так ну и вот работал я раньше с очень хорошо хорошим человеком который как раз таки на тот момент был полковником был а до этого он служил охранял тюрьму штандау в германии где всех нацистов содержали не как раз вот те времена у них были такие вот фляжки такие котелки жаль этого человека уже 15 лет нет живых вот он все эти армейские гадыровские вещи застал кому-то может интересно будет спросите я вам подскажу где такое можно приобрести не реклама никакая просто может тоже кто-то как и я ценит такие вещи интересные раритетные это еще пока не есть можно приобрести там не только фляжки это там много чего есть различного на любителя старинные раритетов каких-то также вот я себе приобрел для того чтобы положить это все в рюкзак набрать водички в котелок набрать пищи и пошел копать потому что иногда приходится просто подзабивать на эти все раскопки и не добиваешься или не доходишь до того места за того что хочешь есть или пить голодный с собой толком ничего не берешь ну вот как то так сезон уже не за горами остался месяц хотя еще март мести будет но все кто помешан на этом деле меня поймут и уже тоже сто процентов все потихонечку собираются и пожелаю скорейшего наступления весны и уже наконец-то нам выйти у кого-то весна раньше в регионах кого-то позже но все мы сейчас мечтаем об этом об одном скорее бы выйти да покопать приборы залежались и размяться уже надо от зимней спячки ну всем пока увидимся